Ну, здравствуйте, дорогие друзья! Вот с вами в очередной раз встречаемся, говорим о проблемах нашего здоровья. Я сегодня буду отвечать на вопросы. И сегодня, и в следующий раз, скорее всего, может быть, 2-3 передачи буду отвечать на вопросы, а потом маленький сделаю перерыв, потому что нам надо подытожить результат вот этих вот наших с вами вопросов. Обсуждений, проблем, которые есть. Почему я об этом говорю? Ну, вот буквально вчера у меня состоялся разговор с человеком, который живет очень далеко от Москвы. Вот. Разговор, который меня очень расстроил. Ну, хорошо, давайте я сейчас отвечу, а уже потом вернусь к этому разговору. Алло! Алло! Да! Да! Слушаю вас. Здравствуйте! Здравствуйте, Ангел Исимович. Я звоню к вам из Хабаровска. Да. У меня несколько вопросов. Я начала программу «Относительный голод». Да. Вот уже 3 недели. Да. И хотела кое-что спросить. Да, пожалуйста. Хотела спросить. 400 граммов в день, в сутки этой еды, да? А жидкости, чай, соки входят тоже в это? Ну, чай, чай, чай входит, жидко, сок, компот тоже входит, безусловно. Вот, цихорий. Да. А вот вода нет. Ну, вода я знаю, да. Вода нет. Простите, а ваше имя что? Антонина Сергеевна. Антонина Сергеевна, а вы почему начали «Относительный голод»? Обнаружили кисты в печени. Понятно. Значит, начало расти. Начало долго было, но вот сейчас начало расти, я думаю, начинать пора, наверное, уже лечиться. Сколько вам лет-то? Ну, останавливаться. Сколько вам лет-то? Шестьдесят семь. Шестьдесят семь. Шестьдесят семь. Да, раньше надо было начать-то. Ну, как-то все время было в норме, стояло-стояло, а вдруг вот в этом году решила расти, увеличиваться. Еще дополнительно появилось несколько. Ну, и дала ко всему фислозно-кистозная мастопатия. Так, еще где? Еще где, кроме печени? Больше нет. Почки? В почках нет, нормально вот делала все. Понятно. Кишечник работает? Работает хорошо. А полипозы нет? Нет. Может быть, не проверяла, не знаю. Как вас зовут, простите? Антонина Сергеевна. Антонина Сергеевна. Давление какое? Гипертоник. До 160 поднимается. Ну, постоянно пью лекарства, держу, стараюсь держать. Понятно. Что вы делали до сей поры? Ну, в прошлом году провела вот 12-дневный курс очищения один раз, правда. Так. В этом году опять 12-дневное очищение вот в январе было. Так. 12-дневное. Так. Ну, буду пью. Травы стараюсь пить. Солянку холмовой вот сейчас. Ну, все, что положено вот в этой программе. Все пью. Теперь скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, какие должны быть изменения, вот с точки зрения вашего состояния, изменения в относительном голоде? Что надо уменьшить, я не говорю исключить. Да, что надо уменьшить, а чего надо прибавить? Уменьшить чего? Да. Вы имеете в виду и страв или и из питания? Нет, из питания. Из питания, ну, побольше бы, конечно, есть хотелось. Я сказал уменьшить, да, не увеличить. Ну, увеличить, да. Ну, в общем-то, стараюсь овощи, фрукты, каши, супы иногда. Вот вы знаете, проблема заключается в том, Антонина Сергеевна, что вот есть такое понятие эндогенные шлаки, эндогенные шлаки, большая часть которых возникает в результате того, что организм наш разбирается со старыми клетками нашими собственными, старыми отмершими, которые отработали свой жизненный цикл. Вы знаете, да, 50 циклов у каждой клетки есть. И когда эти 50 циклов закачиваются, клетка погибает. Да. Как вы полагаете, много их у нас? Ну, я думаю, накопилось достаточно. Нет, не накопилось, а много у нас вот этих вот отмерших клеток? Отмерших? Да. Да не знаю, но, наверное, приличное количество. Да, приличное количество в килограммах. Как вы думаете, сколько это? Ну, килограммов. В моем весе? Ну, у меня веса 54 килограмма. Да я не про ваш вес говорю. А, вообще? Да. Понимаете, вот смотрите, у нас с вами сотни миллиардов этих клеток. Да, ну, где-то я читала, что до 10 килограммов может быть. Да, эти клетки остаются в нас, как кусок мяса. Отрабатываются, и часть продуктов, которые получаются в результате, остается внутри нас. Скажите мне теперь, пожалуйста, понимаете, вот не разберемся сейчас с этим? Мы с вами и не поймем, что нам делать. Вот чем вся штука-то, понимаете? Я ведь об этом, потому что это не к вам относится сейчас, то, что я скажу. Вот вчера этот звонок меня просто раздражил ужасно. Позвонил человек, он живет за тысячу километров, и говорит мне. Вы знаете, вот у меня живот болит. Я как поем, у меня болит живот. Вот внизу болит, тут болит, тут болит. Вот я прижму его так руками, понимаете? И мне вроде бы как даже легче становится. Что это такое? Что мне делать? Вот в этой ситуации что я могу сказать? Как вы думаете? Ну идите к врачу, пусть разберется врач. Вы абсолютно правы. Понимаете? Потому что появилось такое вот, может быть, в силу того, почему мне хочется эти вот консультативные всякие дела закончить. Потому что появляется ощущение, что вот я такой лекарь, лечу все. Нет, я понимаю. Я в этом смысле тоже так... Понимаете, Антонина Сергеевна, вот какая вещь. У нас с вами за очищение организма, за очищение. Вот потому что кисты – это результат накопления эндогенных собственных продуктов жизнедеятельности. То есть как в большей части это результат накопления вот этих самых остатков, которые остались от разборок с нашими собственными клетками, с нашим собственным весом. Понимаете? У вас небольшой вес. Поэтому это имеет отношение к белкам в первую очередь. Белки. То есть увеличить белки? Да. Белки. И вот эти вот продукты, которые возникают в результате этих процессов, да, утилизации собственных клеток, они невероятно токсичны. А наше очищение организма идёт через кожу, через почки, да? Да, да. Через кишечник, через лёгкие. Но в основном, в силу того, что это твёрдые массы, это кишечник, это почки и это пот. Понимаете? Да. Так вот, понимаете, и происходит это через не кровь, а чистит нас в первую очередь, промывает канализации наши, это лимфосистема. Угу. Лимфодренаж. И с течением времени вам 67 лет. Вот лет в 50, я так думаю, у вас уже перегрузка лимфосистемы была достаточно высокой. Перегрузка. Устала. Устал лимфодренаж. А в результате, куда девать эти токсины? Они очень токсичны для организма. Они идут вот в эти специально образованные резервуары. Уже жира у вас нет. Жира-то у вас нет. Соку 54 килограмма, правда? Ну и не было никогда. И не было никогда. А было ещё меньше вес 52. Я и говорю. Ну вот за счёт этих вот 2 килограмм, которые вы накопили, вот это результат вот этого процесса. Жира нет. Поэтому складывать туда вот эти токсины организму не удаётся. Значит, это лимфоузлы и в основном кишечник. Понимаете? Почему я спросил по почке? Слава Богу, почки целы. Значит, образуются... Почки мне как-то ставили нефроптоз, но опущение было. Нефроптоз, понятно. Понятно. Это от другого. По другому поводу. Понимаете? Вот что происходит. И организм начинает образовывать вот эти мешки кожистые. Понимаете? И соединительной ткани. И эти мешки, вот эта кисть-то и есть. Наполняются вот именно этим продуктом. Вот если вскрыть эту кисту и посмотреть, там жуть, что вообще внутри есть. Понимаете? Вот как с этим теперь разбираться? Вот смотрите. У нас с вами вот такая задача. Как с этими мешками разобраться? Значит, нам надо заставить... Кровь должна двигаться с тем, чтобы не возникало застоев. Да? С тем, чтобы снять угрозу воспалительных процессов, что очень важно. Это второе, да? Третье. Кровь должна быть подвижной. В организме должно быть достаточно количества воды, чтобы обеспечить его работу. И самое главное – сактивизировать лимфодренаж. Лимфу почистить. Чем и как можно? Вот в чем вся штука-то. Поэтому тут про травы-то говорить – очень специфический вопрос. Понимаете? Вот в этой ситуации лимфа солянка холмовой нам нужна? Да, ну я-то и пью ее. Замечательно. Сколько? Два раза в день. Три раза в день? Три раза в день. Потому что печень надо сохранять, надо дать возможность регулярно сбрасывать то, что появляется вместе с желчью. Регулярно сбрасывать то, что приносит кровь. Понятно? Понятно. Значит, теперь скажите мне, пожалуйста, что еще нужно? Потому что тут может возникнуть такая очень неприятная вещь. В силу того, что был нефраптоз. То есть, есть некий дефицит по состоянию соединительной ткани. Она потеряла эластичность. Возможно, не хватает коллагена. Понимаете? Эластичность. Значит, надо думать о чем? О желатине. Самый простой вариант, правильно? Да. Который надо добавлять. Яблоки стараюсь. Да. Яблоки постоянно. Яблоки, пектин. А это желатин? Да. А желатин это какой продукт? Ну, холодец, мясные продукты. Мясные продукты, правильно. Все, желатин там. И варят его из суставов. Из суставных тканей. Понятно, да? Да. И холодец мы с вами делаем из суставов. Да. Правильно? А, ну сейчас, если в этот период исключить... А, вы имеете в виду вообще в дальнейшем? Или... Да не в дальнейшем, а сейчас. Это надо иметь. Потому что в тот момент, когда вы выходите... Почему я это все говорю? Что вы понимали, как работает относительно голод. И что туда надо добавлять? А понимаете, вы как только переходите на относительный голод, по рекомендации Луиджи Карнара, вы начинаете есть 400 или 600 грамм в день, все зависит от веса вашего, правильно? Вы начинаете тратить, то есть убирать из организма. А у него и так не хватает того самого коллагена хотя бы. Понимаете? Значит, хотите вы или не хотите, но этот самый продукт надо обязательно добавлять. Правильно? Да, а как, каким образом? Его исключать нельзя. Причем, смотрите, тут какая вещь. Мне бы хотелось, чтобы во время относительного голода, при всем том, что мы должны с вами 70 грамм мяса, вроде животного белка, съедать в день. Правильно? А у вас там была... Я смотрела вашу программу «Доброкачественное образование», да? Да. Там вообще мясо рыбу исключить. Ну, понимаете, какая штука. Как вам сказать, в вашей ситуации опять надо исходить из индивидуального состояния, что ли, персонального состояния человека. Вот смотрите, вам можно исключить мясо? Нет, вы потеряете силы. А, значит, надо основа. Вам надо оставить, но 70 грамм в день. Понятно? Мясо любого, белого, куриного, любого. Смотрите, вот, пожалуйста, вот там вот разговор, грудка на ножке, крылышки, там, то, сё, пятое, десятое, это вот оставьте для врачей, пусть они рассуждают на эту тему, ладно? Есть, вы должны всё. Смотрите, но в неделю два дня мясо, а остальное рыба. То есть рыба каждый день, я вообще их всех исключила уже третью неделю. Ну, милая, давайте, и сил нету, вы со мной разговариваете, а я чувствую, что у вас не хватает энергии. Ну, не хватает, да, уже стало вот чувствовать. Ну вот, пожалуйста, добавьте чуть-чуть и обязательно добавляйте 2-3 столовых ложки желатина. Угу, хорошо. Ой, столовых, чайных, простите. Чайных. Чайных. Понятно, да? Да. Теперь, про соляношку мы с вами проговорили. Теперь надо ведь подумать во время относительного голода, надо думать о том, как нам сохранить почки. Угу. Потому что нагрузка-то на почки возрастает. Ну, да. Воды-то достаточное количество, еды мало, и начинается, да, сброс через кровь. Сыльевых таких комплексов, да, остатков белкового расходования, ну и так далее, продуктов этих самых. И почки увеличивают, увеличивается количество мочевина, увеличивается количество мочевой кислоты, понимаете, вот это. Значит, нам надо побеспокоиться о том, чтобы почки сохранили свою активность. Так? Угу. Теперь, о чём ещё мы должны с вами побеспокоиться? Мы должны с вами побеспокоиться, чтобы кожа работала. Почему нужна вода? Водный режим надо соблюдать обязательно. Ну, полтора литра стараюсь, получается. Хорошо. И плюс надо вспомнить о том, как вы потеете или нет. Да. Замечательно. Это реже стало. Замечательно. Тогда хотя бы два-три раза в неделю, не обязательно скипидарные, но хотя бы вот тёпленькие ванны, да? Ну, я сольевые делаю сейчас, вот через день. Да. С магнезией? Нет. Просто соль, ну и добавляю немножко эти скипидары. Понятно. Вы знаете, что, пожалуйста, вот в этой ситуации мне кажется... Ну, правильно, правильно, да. Но ещё добавьте 500 грамм магнезии. Это сульфат магнезии? Да, сульфат магнезия. Это для очищения. Да. Сульфат магнезия. Да. Дело всё в том, что у магнезии есть такая особенность. Она снимает, начиная с нашего внутричерепного давления, да? И снижает потихонечку вообще по всему организму, системно снижает вот уровень напряжений, физических напряжений в организме, физических напряжений. То есть восстанавливает то, что называется нормальным кровотоком, нормальной динамикой. Понятно? Да. Поэтому вот 100 грамм добавить в солевую ванну очень хорошо. С температурой можно не играть. Ну, 37-38 так есть. Да, ну, 39, до 39. Понятно? То есть вот в каждую ванну по 100 граммов добавить? Да, по 100 грамм. Теперь смотрите, пожалуйста. Что теперь мы самое главное с вами забыли. Мы с вами начали разговор по поводу лимфодренажа, правильно? Да, да, да. Его надо активизировать. Так. Ну, вот это вот направление в медицине, в современной медицине, оно называется экологическая терапия, экотерапия, экомедицина. Угу. Эндоэкологическая терапия или эндоэкологическая медицина. Внутреннее, внутреннее восстановление внутренней частоты организма. Вот в этой ситуации, то есть вот в этом процессе, помогает две травы, даже побольше, даже побольше. Запишите, то, что вам, простите, я не записал давление у вас, вы на таблетках. Да. Это максимальные цифры. Ну, до 170 доходят. До 170. Значит, смотри... Они же чаще всего 80, до 90 редко бывают. Понятно, ну, слава богу, слава богу. Понятно, да? Вот, значит, нам с вами солодка не годится. А, не годится. Очень хорошая трава, очень помогает нам в лимфодренаже, активизирует лимфодренаж, но не годится, потому что она может простимулировать ваше артериальное давление. А, угу. Тогда, когда вы будете проводить режим относительного голода, вы в этот момент начинаете коррегировать вот артериальное давление, приближая его к норме. Понимаете? Это так. А солодка будет работать против. Вот чем вся вещь. Зачем нам ещё нужны ванны? Потому что вот эти ванны с небольшой температурой, они помогают нам, вот лишние эти самые тактины, разложить крупномолекулярные фракции, конгломераты, превращать в низкомолекулярные. Понятно? Хорошо, понятно. И увеличить их проницаемость. Второй момент. Ещё одна трава, которая вам может понадобиться. Это надо определить по вашему состоянию, что ли. Это сейчас вот можно использовать верхние побеги смородины. Сейчас? Да. Верхние побеги. Если есть лист смородины, пожалуйста, можно использовать его. Но сейчас же нет. Ну, нет. У нас, да. Ну, у нас скоро будет, наверное. Ну, скоро будет, да. Чай из смородины. Потому что вот Юрий Марч Левин, такой доктор медицины, доктор наук, он в своё время проводил исследование на этот счёт. Так вот, он пришёл к выводу, что настой или чай из листьев смородины увеличивает скорость внутреннего потока лимфы, то есть увеличивает лимфодренаж почти на 60%. Интересно. Понятно, да? Ага. Это очень важно. Но только один этот чай и что-то ещё. Чай. Понимаете? Ну, вот чай-то у нас с вами сейчас этого нет. Можно почки-почки использовать. Ну, значит, мало кто будет уродовать свои кусты смородины, боясь, что... Ну, нет, конечно. Ну, вот. Тем более у меня нет этой смородины. Тем более, тем более. И, значит, есть ещё две травы, на которые я обращаю ваше внимание. Одна называется девесил. Девесил, знакомая. И ещё одна называется диагиль лекарственный. Диагиль. Понятно? Да. Значит, солодка вам не годится, а вот эти вот три травы посмотрите. Хорошо? Хорошо. Так, а я ещё хотела спросить, петрушка нужна будет, потому что я... Петрушка хорошо, хорошо. Хорошо, но лучше в этой ситуации, в силу того, что у вас и так много всяких напитков, да? Ага. Вот, значит, соответственно, петрушку прямо в свежем виде, если это возможно. Есть возможность. Хорошо. Ага. Так, что-то ещё хотел спросить. А яйца можно употреблять вот сейчас? Можно. У вас есть, у вас есть граница в количестве. В количестве, понимаете? Да. А вот то, что касается там калорийности, вам беспокоиться об этом ни к чему. И в силу того, что есть проблема в молочных железах, пожалуйста, значит, обязательно введите в рацион творог-бадвик. То есть творог с льняным маслом. Ну, делаю я такую. Обязательно. Понятно? Рецепт в бадвик. Так, хотел ещё спросить. Вот у меня ещё изжога мучает. Одна минута. Ага, хорошо. Изжога мучает. Как избавиться? Я пробую картофельный сок сейчас. Можно? Что, что? Какой сок? Картофельный, картофельный сок. Да можно, пожалуйста. Только я не советую вам картофельный сок. Там очень много крахмала. Я понимаете? И, так сказать, лучше вот в этой ситуации просто, как вам сказать, сделайте, пожалуйста, квас себе. Вот вместо там соков всего квас поболотого из чистотела. Да. А, из чистотела? Да. Сушёный, да, чистотел? Ну, конечно. А где вы возьмёте свежий сейчас? Ну, понятно, да. Квас из чистотела. Я хотела делать из бруссельской капусты. Можно из бруссельской капусты. Это, может быть, вам и лучше будет. Да, потому что папилломы есть. А, да, да, брюссельская капуста, пожалуйста, да. Хорошо, вот собираюсь сделать. Бруссельская капуста. Ну, вроде бы всё, атака вопросы. Спасибо большое, Анатолий Химич. Ну, пожалуйста, Анатолий Сергеевич. Первый раз дозвонилась до вас из Хабаровска. Ну, спасибо большое. На здоровье. Лишь бы нам с вами на здоровье было. Угу, хорошо, спасибо. Теперь понятно, как с этим хотя бы обращаться. Совсем. Понятно. Ну, если что-то непонятно будет, попробуй ещё раз к вам обратиться. Попробуйте. И не забывайте аппликатор. Ой, лежу каждый день. Ну, и замечательно. Угу. Ну, что же, всего доброго, Антонина Сергеевна. Друзья мои, мы с вами подошли к нашему перерыву. За это время, пожалуйста, позвоните. После перерыва я сразу начну отвечать. Поехали. Спасибо.